Друзья, здравствуйте. Ну, уверен, вы тоже следите. Украина создает военные комендатуры на территории России, эвакуирует местных жителей, которых бросил Кремль, раздает гуманитарку, меняет таблички в селах. Ну, вообще, в целом, да, Украина создает военные комендатуры на территории России. Еще, условно, вчера эта фраза звучала что-то из серии «Фантастики», ну, а сегодня-то реальности уже почти 80 российских населенных пунктов под контролем Украины. Войска продолжают продвижение, об этом утверждает Американский институт изучения войны. Поэтому ваши слава поддержки украинским военным оставляйте в комментариях, нас смотрит много защитников, с какими мыслями вы встречаете новости из Курска. Тоже пишите, это очень важно. Ну, а сегодня с нами уже легендарный Цезарь, заместитель командира Легиона Свобода России Максимилиан Андронников. Максимилиан, здравствуйте. Честь имею. Пока рано говорить о персоне, которая это способна сделать. И я думаю, что на территории Украины находится не один лидер, скажем так, из народов России, который мог бы это осуществить. В рядах российских добровольцев очень много ярких пассионарных личностей, которые не словами, а делами доказали свою решимость бороться с путинским режимом. Это не те, кто соглашается с ним, это не те, кто ограничивается только разговорами о прекрасной России будущего, которая вдруг в один внезапный день появится. Это не мазохисты, простите за резкость, которых путинский режим тиранил много лет, а которые при этом, значит, возгорели с Гольфским синдромом и начинают его частично реабилитировать. Нет. Вооруженные добровольцы из числа российских граждан, это, мне кажется, сейчас самый яркий пример борьбы с путинским режимом. Это показатель того, что это единственная реальная форма протеста, поскольку Путин 25 лет всех вымаривал, бросал по лагерям, закрывал рот, кому-то трусы мазал новичком, кто-то разбивался в авиа и автокатастрофах. Поэтому другого способа борьбы, реального, у нас не осталось. И вот как раз-таки из числа российских добровольцев и будет возникать новая элита России. Это люди, которые жертвовали своей жизнью, жертвовали своим здоровьем для того, чтобы Россия, наконец, превратилась в нормальную цивилизованную страну и прекратила нападать на своих соседей. Я думаю, что Кирилл Алексеевич знает, кого он имел в виду, но, поверьте, еще раз подчеркну, у нас много очень достойных лидеров. Не все из них публично известны, но они есть. Ну а говоря о вероятных политических событиях в России, в каком-то обозримом будущем, то, что привыкли называть переворот. Вот Александр Невзоров пишет со ссылкой на свои источники в Кремле, что прямо сейчас почти все помощники и друзья Путина, я цитирую, первый круг, собрались и чуть ли не на коленях умоляют Путина уйти в отставку и передать власть Мишустину или Белоусову, гарантируют безопасность ему и его семье. А он не говорит ни да, ни нет. Удалился к себе и ни с кем не разговаривает. Конец цитаты. За слабостью Путина сейчас наблюдаем не только мы, не только, условно, на Западе, но и, уверен, в середине самой России. Как думаете, насколько благоприятны сейчас обстоятельства для того, чтобы мы рассматривали вероятный сценарий какого-то силового отстранения Путина от власти, так или иначе? Вы знаете, не хочется опускаться до уровня а-ля генерал СВР, знаете, да, такой известный телеграм-канал, да, с очень неоднозначной репутацией, вот, и профессор Соловей соответствующий ему в тон поет. Вот не хочется опускаться до уровня этих слухов. Что там в реале происходит в путинском окружении, в его ближнем кругу, мы можем только догадываться. То, что они всем скопом пойдут с челобитной, с просьбой уйти, большой вопрос, большой вопрос, позволено ли им это делать, да, позволит ли он им пойти с такой челобитной и не случаться ли с ними потом сердечные приступы, автокатастрофы и какие-то прочие интересные случаи, которые мы помним два года назад начались с менеджерами Газпрома. Дальше. Что может следовать? Текущая ситуация, она еще пока не созрела. Народ России, народы России, они еще по-настоящему не осознали всего кризиса, в котором находится Россия. Да, этот процесс идет, но он еще далек от своей финальной фазы. Поэтому я думаю, что пройдет, скорее всего, не одна неделя и не один месяц. Нужны будут несколько триггеров, которые запустят перезагрузку сознания россиян. И тогда все это случится. На примере пригожинских событий мы видим, что путинская диктатура, она очень хрупкая. Он специально годами, десятилетиями создавал систему с жестким вертикальным управлением, с централизацией, в которую не могли войти люди несистемно мыслящие, люди, которые проявляют инициативу, люди, которые не замазаны всеми смертными грехами и коррупцией. Ему нужна была максимально управляемая система. Эта система всегда в кризисных ситуациях дает сбой. Мы это видим по любым ЧП, по ситуациям, когда ход военных действий становится совсем не таким, как планировал генштаб и его доблестные лампосоносцы. В любой такой ситуации эта система дает сбой. И самый привычный выход для чиновника или управленца или военачальника в этой системе, это просто затихариться и ждать, чем эти события закончатся сами собой. Потому что, не дай бог, активно выступишь за Путина, а вдруг, значит, власть поменяется, как в свадьбе Малиновки, и придут другие и снесут голову. Ничего не сделаешь, опять-таки, тут уже начальство может как-то пожурить и отодвинуть на второй план. Поэтому еще раз скажу, как только происходит критическая ситуация, вся путинская система при этом сразу парализуется. Она не готова к серьезным вызовам. Вот, по примеру военных событий я хочу сказать такую вам интересную фразу. В России очень популярна фраза «можем повторить». Ее пишут на машинах, ватное сообщество ее постоянно повторяет. Атака на Украину в 22-м году полномасштабная началась именно с такими же фразами. Вот, наконец-то, мы повторим, разобьем этих нацистов, как деды, дойдем до Берлина. Но военачальников уровня Рокоссовского и Василевского в российской армии нет и не может быть. И повторяет она пока, что 41-й, 42-й и 43-й год очень успешно. Впервые за 80 лет немецкие танки оказались под Курском. Курская дуга 2.0. Действия российской армии на фронтах в любой операции напоминают Жуковскую, Ржевскую мясорубку и Невский пятачок, где трупы лежали в несколько слоев. Опять-таки, когда мы навязываем противнику свою волю и бьем там, где считаем нужным и как считаем нужным, его система трещит. Потому что советская, за ней российская армия взяли в жизнь не самый лучший элемент прусской военной машины. Германская военная школа строилась на предварительном планировании и так называемый ауштракс тактик. То есть тактики инициативы на поле боя и горизонтального взаимодействия. Советская школа привела к чему? Все перецентрализовано, все идет сверху вниз. И в этой ситуации немцы в 1941-1942 году громили значительно превосходящие силы Красной армии, били по частям. Красная армия также страдала от недостатка связи. Войска вводились в бой, не зная оперативной обстановки и были биты. Сейчас мы видим повторение той же самой картины. То есть они реально повторяют, только повторяют совсем не то, что им бы хотелось. Они повторяют 1941-1942 год. 2000 срочников пленных, кстати, они подают уже заявки в ЛСР и в РДК. И вот к этим ребятам претензий нет. Потому что нам не нужны в своих рядах приспособленцы, которые пришли убивать украинцев, стреляют в нас. Убивают всех защитников Украины, издеваются над мирным населением. Вот в этом плане те, кто попал в плен на территории России, с чистой совестью могут пополнить наши ряды. И многие из них имеют большую обиду как на российское командование, так и на своих смежников легендарных кадыровцев. Поэтому все идет нам на пользу, время работает на нас. Я сегодня видел такой карикатурный шеврон подразделения Ахмат, где написано Ахмата, а лозунг такой «Нас не догонят». Уже не первый раз демонстрируют свою недееспособность эти подразделения. Мы помним, во время Прибожинского бунта они так и не доехали до столкновения с вагнеровцами. Недавно была история, появились в сети видеоролики, на которых пленные кадыровцы, некоторые из них рассказывают, что им запрещено сдаваться в плен, поэтому они пытаются просто отступать, когда есть вероятность какого-то боестолкновения. В целом, сколько еще необходимо, как вы думаете, таких случаев для того, чтобы вот этот миф, который продвигает лично кадыров, о том, что у нас самое боевое подразделение, которое держится до границы на замке, он ведь был тоже в свой момент ответственным и своим словом гарантировал неприкосновенность российских границ. Вот насколько это сильно бьет по его, так сказать, ринаме? Уже давным-давно в российской армии, в российском обществе не считают кадырова и его тиктокеров какими-то достойными людьми. Он просто паразитирует. Они выполняют роль, скажем так, притарианской гвардии при Путине. Для чего? Если в каком-то российском регионе вспыхнет восстание, туда, естественно, постараются направить все части, которые находятся рядом. Но не факт, что какие-нибудь там, я не знаю, саратовские сотрудники полиции, Росгвардии или военной части, которая там расположена, будут с удовольствием гасить этот пожар. И не факт, что они не перейдут на сторону народа, когда они видят, что появилась субъектность, что кто-то дерзнул. А вот кадыров, шакал и его нукеры, они с радостью будут резать головы русским или другим коренным народам России. С радостью. Русских они ненавидят. Мы это прекрасно понимаем все. Я подчеркну, к чеченцам, к настоящим, я испытываю искреннюю симпатию. Многие чеченцы являются моими побратимами. Они сражаются с нами плечом к плечу. Это храбрые, достойные воины. И народ Чечни живет сейчас в состоянии страшного гнетения. Народ Чечни видит показную роскошь Кадырова, его семьи, его клана, всех его подельников. При этом в самой Чечне, я разговаривал с простыми чеченцами, страшная тирания, деспотия. Не то, что об отсутствии свободы слова речи не идет. Любого неугодного, если он, скажем так, из какого-то тейпа, который не пользуется сейчас, не находится сейчас в фаворе, его могут просто запытать до нечеловеческого состояния, выбить из него любые признания, потом одеть воинскую амуницию, вывести в лес, застрелить и подать это в Москву, как успешно проведенную контртеррористическую операцию. Народ Чечни ненавидит Кадырова и боится. Боится и ненавидит. И в определенный момент, когда власть его ослабнет и поддержка Москвы ослабнет, я уверен, вспыхнет освободительное восстание чеченского народа, который не заслужил такой деспотии. И поэтому Кадыров очень хитро действует. Его тиктокеры везде изображают какую-то активную деятельность, подчеркну, изображают. И издеваются над военнослужащими российской армии, у которых нет возможности ответить им стрельбой, например. Но тут такой момент. В реальных боестолкновениях они где-то теряются, рассасываются или со скоростью света покидают место боев. А этим самым воинам Кадыровцам, доблестному Апте Лаудинову, у меня рекомендация как от воина. Если вам запрещено сдаваться в бою, сражайтесь насмерть. Сражайтесь насмерть. Человек, который идет на войну, должен заранее поставить внутри галочку «Я могу умереть», «Я могу быть искалеченным». Если человек идет на войну без таких настроений, ему там не место. Потому что война – это не игрушки и не кино. Там убивают, там ранят, там калечат. Поэтому с Кадыровцами все понятно. Это реальный тикток-подразделение. Более того, сами действия Кадыровцев спровоцируют в будущем переход военнослужащих российской армии на нашу сторону, на сторону восставшего народа. Спасибо. 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 Спасибо.